Без зимней резины в Красную Поляну въезд заказан. Как город будет жить на каникулах, обсудили на заседании антитеррористической комиссии. Не заплатил налоги до 1 декабря, жди встречу с судебными приставами. К должникам они сами придут в гости. Километр свежего дорожного полотна. В совхозе «Россия» закончился долгожданный ремонт переулка Васильковы. Сочинская молодежь организовала фонд взаимопомощи. Об этом рассказали активисты молодой гвардии, главе города. Тысячи спасенных жизней и ни дня без операции. У 32-го отряда военных медиков закончилась командировка в Сирию. Почти три месяца вдали от дома, несколько часов полета, и они встретились с родными и близкими. В воинской части в Анапе кубанских медиков чествовали как героев. В торжественной встрече принял участие глава региона Вениамин Кондратьев. Тему продолжат наши краснодарские коллеги. Цветы, слезы, долгожданные объятия. В воинской части в Анапе чувствам и эмоциям сегодня никто не сопротивляется. Дети ревниво ни на секунду не выпускают отцовской руки. Жены с любовью и нежностью прижимаются к крепкому плечу своих супругов. Это их первая встреча после долгой командировки в Сирию. В Краснодарский край самолет с военными медиками приземлился этой ночью. Их не было дома 80 дней. В Арабской республике 32-й отдельный отряд выполнял спецзадания. Врачи и медсестры сопровождали гуманитарные колонны, осматривали больных, спасали жизни солдат и мирного населения. На помощь сирийским коллегам все они отправились не по приказу, по зову сердца. Командир спрашивал у каждого, кто по желанию хочет поехать. Естественно, наш долг защищать и помогать людям. Я изъявил желание поехать, почему бы нет. В отряде около 40 человек. Хирурги, терапевты, медсестры, водители. Рядом с крепкими мужчинами в военной форме стоят хрупкие девушки. Все работали на равных. Но пугало больше всего не количество пациентов. Мы выезжали в окрестности города. Там очень, знаете, дома разрушенные. Дети голые, босые, голодные. Это, правда, для меня вот это, наверное, самое сложное. Для меня не пугали, конечно, там эти множество операций, больных. Вот сколько смотреть именно на гуманитарные акции. Тяжело было и вдали от семьи. У многих дома остались дети. Каждый день короткие звонки с весточкой о том, что все хорошо. Первый месяц очень тяжело. А потом уже не переживай, все нормально. Детки уже не так стали. Спрашивают, мама приедет скоро. Мама у нас в командировке. Мама приедет. За три месяца в Сирии медики военного отряда провели 500 хирургических операций. Помогли почти 20 тысячам жителей Арабской республики. В их числе 5 тысяч детей. В местные больницы передали более 30 тонн лекарств. Сегодня их встречают как настоящих героев. За проделанную работу военных поблагодарил глава региона Вениамин Кондратьев. Не только навыки, умения, профессионализм нужен был вам при выполнении вашего профессионального долга. Мужество. Мужество в тех условиях, которые вы выполняли свою работу. Вы оказывали медицинскую помощь не только нашим солдатам в сложных условиях войны, но и мирному населению. Вы настоящие герои. Герои нашего времени. Мы по-настоящему гордимся вами. Уверены и гордятся, и особенно радуются вашему возвращению домой вашей семьи. Дети, родственники, родители. И вместе с ними радуются наша Кубань. С праздником, с возвращением домой. Весь личный состав был удостоен наград. Это благодарность за службу, которую они всегда несли с честью. Своим профессионализмом и добросою соотношением к родственным обязанностям вы приумножили славные традиции крылатой пехоты. Показали свою состоятельность и способность действовать грамотно, слаженно, самоотверженно в сложной боевой обстановке. Успешное выполнение поставленных перед отрядом задач еще раз подтверждает, что медицинская служба вооруженных сил Российской Федерации способна оказать помощь в любой точке планеты и в любых условиях. После долгой и сложной командировки военные медики собираются в отпуск. На вопрос, как проведут заслуженные выходные, ответ у всех один. Теперь только вместе с родными и близкими. Мария Крошина, Алексей Комаров, Денис Маскаленко, Кубань-24, Анапа. Профицитный бюджет прогнозируют в Краснодарском крае на ближайшие три года. Об этом журналистам одного из информагентств рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев. В 2017 сумма профицита составила почти 3 миллиарда рублей. Кроме того, губернатор отметил, что за два года региональным властям удалось снизить долговую нагрузку практически до 80%. Цитирую. «Мы серьезно повысили бюджетную дисциплину, провели тщательную ревизию расходов, исключив не первоочередные и значительно улучшив эффективность текущих. Кроме того, мы сейчас максимально активно, насколько позволяют ресурсы, финансируем реальный сектор экономики. Такие же подходы применимы и к бюджету на 2018-2020 годы. В условиях экономической турбулентности смогли изыскать средства и направляем их в проекты развития. Запустили программу развития промышленности, поменяли форматы поддержки малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства. В результате чего экономика Кубани стала восстанавливаться и развиваться более динамично». Конец цитаты. Ожидается, что доходы казны будут превышать расходы и следующие три года в 2017-м в консолидированный бюджет края поступило более 250 миллиардов рублей. «Елки желаний помогут больным детям». Благотворительная акция фонда «Край добра» стартовала сегодня по всей Кубани. Принять в ней участие жителей региона призвал губернатор Вениамин Кондратьев. Об этом он написал в своем микроблоге в Твиттере. «Цитирую. Стать волшебником и исполнить новогоднюю мечту больного или нуждающегося ребенка может каждый. Для этого нужно просто отыскать елку желаний в райцентре или в Краснодаре». Конец цитаты. «Сделать подарок нуждающимся детям смогут все желающие до 25 декабря. Для этого в торговых центрах по всему краю на новогодних елках размещены открытки с пожеланиями ребят. На месте можно передать подарок или деньги на лечение тяжело больных детей». В Сочи елки желаний будут размещены в торговых центрах «Халимпы» и «Море Мол». И к другим новостям. В новогодние рождественские праздники проезд в горный кластер будет ограничен. Прежде всего это будет касаться тех, кто не переобул своих железных коней. Без зимней резины в Красную Поляну въезд заказан. В остальном по ситуации все будет зависеть от степени загрузки парковок. Соответствующая информация будет появляться на электронных табло. Об этом сообщили на расширенном заседании антитеррористической комиссии. Предстоящие новогодние рождественские праздники пройдут с размахом. Запланировано 123 мероприятия. Ожидается большой поток туристов. Обеспечить их безопасность и жители города – задача номер один. На расширенном заседании антитеррористической комиссии обсудили детали. «Все правоохранительные органы к этой работе готовы. Но мы выяснили и то, что некоторые хозяйствующие субъекты, такие как, например, торговые центры, торговый центр в том числе «Моремолл» самый большой у нас, некоторые объекты размещения, отели даже достаточно высокой классности, они как-то к этой работе сегодня относятся несколько формально». Досмотровые рамки стоят без дела, так же, как и охранники. На некоторых объектах их нет вовсе, отсутствует порой и специальная техника. Не все бизнесмены обзавелись камерами наблюдения, недосчитались и паспортов безопасности, где документы начальник безопасности крупнейшей торговой сети в Сочи отчитывался на заседании. «Почему у вас отсутствует паспорт безопасности? Вообще работаете по беспределам?» «Паспорт безопасности, да, он сейчас, наверное, будет у нас согласен». Ответ у всех один, и он главу Сочи не устроил. Предпринимателям, которые не выполняют правила безопасности, Анатолий Пахомов предложил сделать внушение через суд. Приостановить деятельность до устранения всех недочетов. Поставить под вопрос безопасность на предстоящих новогодних праздниках может и пиротехника. «Прямой доступ потребителя к пиротехнику. Такого не должно быть, это запрещено. Обращаю ваше внимание. Специальные стеллажи, специальные помещения для реализации пиротехнических изделий. Реализация пиротехнических изделий исключена на объектах с массовым применением людей. Только специализированных магазинами». Проинструктировать сочинцев по поводу использования пиротехнических изделий призвали домкомов. Петарды и фейерверки зачастую становятся причиной пожаров. Продолжается работа по проверке гаражных кооперативов, в которых пристанище находят не только железные кони, но и люди. И, как показали проверки, во многих не соблюдается ни пожарная, ни антитеррористическая безопасность. Ольга, 10-го телекомпания, ФКТ. К новогодним каникулам готовятся и спасатели. Сотрудники МЧС провели тренировку на территории горнолыжного комплекса. Ежегодно спасатели отрабатывают навыки спасения пострадавших на снежных склонах. Это оказание доврачебной помощи, транспортировка в носилках, а также эвакуация людей с канатно-кресельной дороги при ее остановке. Одного условно пострадавшего сотрудники МЧС транспортировали в носилках с применением снегохода. Другого, также иммобилизированного в носилках, подняли на одном из кресел канатки. Избитая фраза «Заплати налоги и живи спокойно» начала забываться. Однако многие сочинцы не заплатили налоги до 1 декабря и теперь не минуемо встреча с судебными приставами в рейд вместе с приставами. Налоговыми инспекторами и представителями районной администрации сегодня отправилась и наша съемочная группа. Район – бытка. Чтобы застать людей дома, судебные приставы идут к ним в ранний час. Но и утром люди не всегда открывают дверь. Тех, с кем не удается встретиться, будут продолжать разыскивать. Часто очень приходится стучать, выжидать, тратить очень большое время на то, чтобы выловить данного гражданина, для того, чтобы как минимум просто вручить ему квитанцию, для того, чтобы он оплатил. Если человек начинает скрываться, не открывает двери, мы выписываем привод сотрудникам УВПДС, судебных приставов, которые в следствии начинают проводить розыск данного гражданина. Дверь одной из квартир все же открывается. Уведомления вручают матери должника. Женщина обещала проинформировать сына, который здесь прописан, о задолженности по транспортному налогу. С учетом пения уже набежало 15 тысяч рублей. Именно транспортный налог является самым проблемным. Его чаще всего и не оплачивают. На втором и третьем месте уже налоги на имущество и землю. К сожалению, многие сочинцы не задумываются и даже не знают, как оплачивать налоги. А тем не менее, срок оплаты до 1 декабря. Далее набегают проценты. Если, опять же, не будут уплачены налоги, то есть мы будем вынуждены применять в рамках статьи 48 налогового кодекса взыскание с применением обеспечительных мер. То есть принудительное взыскание. Будут сформированы заявления и направлены в суды о вынесении судебных приказов, которые своевременно будут направлены на взыскание судебным приставам. В этом году судебными приставами Хосинского района взыскано более 368 миллионов рублей. Рейды с участием представителей налоговой службы, службы судебных приставов и районной администрации продолжаются. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Километр свежего дорожного полотна. В совхозе «Россия» закончился долгожданный ремонт переулка Василькова. Его выполнили депутаты городского собрания Сочи в рамках исполнения наказа в избирателей. О проблеме жители заявили на встрече с депутатом Юрием Немцевым. Там же решился вопрос с фонтаном в центре совхоза. Обо всем по порядку в нашем следующем материале. Солнце играет в струях воды. Такой картины жители совхоза «Россия» ждали давно. Фонтан, построенный во время ударной олимпийской стройки, осушился очень быстро. Оборудование вышло из строя, и центральная площадь микрорайона потеряла привычный радостный вид. Когда его открыли, радости было, конечно, для жителей совхоза, для детей, для гостей очень много. Это было действительно знаковое событие. Ну, как-то получилось так, что он поломался, и без него стало действительно грустно жить в совхозе. И мы решили обратиться к нашему депутату, к Юрию Сергеевичу. Вопрос с фонтаном решился на встречу жителей с депутатом городского собрания Сочи по юго-восточному избирательному округу номер один Юрием Немцевым. Фонтан, как одно из любимых мест сочинцев и многочисленных гостей района, было решено отремонтировать. Фонтан отремонтирован, он радует глаз. Здесь гости и наши жители любят проводить время и свой досуг. Это для них знаковое место. Все это удается нам сделать благодаря совместной работе нашего депутатского корпуса с администрацией города. Еще один из наказов избирателей – это ремонт переулка Васильково. И местные жители ждали нового асфальта несколько лет. Вопрос благодаря помощи депутата наконец решился. Километр новой дороги – подарок для сотен сочинцев, проживающих здесь. Мечтали о дороге, чтобы нам сделали дорогу, как бы асфальт. Начало у нас есть. Теперь хотим, чтобы у нас был маршрут, автобус, чтобы ездил, чтобы дети ездили, чтобы грязи не было. Ну, потихоньку, потихоньку, благодаря депутатам, добиваемся этому. Пока отремонтирована только половина переулка. Вопрос с оставшимся километром дороги будет решен уже в следующем году. Жители переулка Васильково уже начинают мечтать о том, как по новому асфальту пустят общественный транспорт, а вдоль дороги проложат тротуар для пешеходов. И эти наказы в будущем будут обязательно исполнены депутатами городского собрания Сочи. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сочинская молодежь организовала фонд взаимопомощи. Об этом рассказали активисты молодой гвардии Сочи, главе города Анатолию Пахомову. Студенческий фонд создан на базе колледжа СГУ. Туда может обратиться за помощью любой учащийся. Это может быть и психологическая поддержка, и материальная. Кому-то фонд находит репетиторов, готовых заниматься бесплатно, кому-то оплачивает необходимые лекарства или платные анализы. Всего же сочинские молодые активисты организовали и провели за этот год около ста социальных проектов. Одна из последних идей – это клуб «Молодая семья», где супружеские пары с детьми могут общаться, вместе проводить время, делиться опытом. «Молодежной политикой мы занимаемся возрастом от 14 до 22-23. А молодые семьи с детьми, которые тоже надо учить, трезвому мышлению, здоровому образу жизни, развитию, этого не было. И вот мы именно создали этот проект. Мы уже в Москве его показали, этот проект, как раз я летал, сказали, если вы сделаете его в Сочи, мы сделаем его федерально на всю страну». Кроме того, на встрече Анатолий Пахомов предложил создать в Сочи новую молодежную организацию для того, чтобы вовлечь в активную жизнь как можно больше молодых людей. Они бы помогали мэрии проводить мониторинг в самых разных отраслях, например, в общественном транспорте или в вопросах благоустройства. «Почему бы наша молодежь не стала дублерами у этих ребят по этим вопросам, и не контролировала улицу и по санитарному состоянию, и по благоустройству?» «По сути дела, мы предлагаем молодежный такой вот народный фронт, только под названием «Команда Мэр». О развитии экономики Кубани студенты Сочинского госуниверситета сегодня говорили с министром экономики Краснодарского края Александр Рупель. Большое внимание уделяет общению со студенчеством и считает, что именно молодежь должна быть в курсе всех событий региона, так как именно им уже завтра стоять у руля градообразующих предприятий региона. Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством экономики края и СГУ. Внедрение методов и инструментов бережливого производства на предприятиях Краснодарского края – так звучала тема встречи. Александр Рупель активно работает над проектом повышения производительности труда. Тема близка и госуниверситету. Здесь также, как и во всем регионе, работают над эффективностью системы. Отмечают в ВУЗе положительный результат в снижении затрат, в том числе на услуги ЖГХ. В целом же студенты и профессорский преподавательский состав факультета экономики и процессов управления СГУ задавали Александру Рупелю самые злободневные вопросы. Говорили о транспортной логистике, которая должна наладить определенный поток туристов в регион, о курортном сборе, мерах поддержки малого бизнеса. Обсудили и стратегию социально-экономического развития Краснодарского края, в разработке которой принимал участие и Сочинский госуниверситет. Не общаясь с ними, сегодня невозможно посмотреть их видение, их взгляды, их ожидания. Моя цель в том числе была призвать их еще раз ее посмотреть, почитать, ознакомиться и увидеть свое место в этой стратегии, в этом будущем, которое сегодня мы пытаемся создать для нашего региона. А без их участия это сделать невозможно, потому что им это реализовать в итоге. СГУ – опорный ВУЗ Краснодарского края. И, как отметил министр экономики региона, Краевой администрации важно мнение и взгляд как молодежи, так и профессоров на те методы и механизмы, которые власть разрабатывает для развития региона. Сочинский государственный университет, в свою очередь, готов консолидироваться и быть полезным краю. Мы совместно работали, принимали участие в разработке стратегии. Сейчас это очень актуальная тема и проблема для Краснодарского края. Я надеюсь, что будут открываться базовые кафедры на предприятиях. Наш образовательный процесс будет носить более прикладной характер. И, безусловно, это будут новые возможности лучшего устройства и трудоустройства наших выпускников. В целом, я считаю, что это даст хороший синергический эффект для обеих сторон. После подписания договора о сотрудничестве СГУ и Министерством экономики подобные встречи будут проходить на регулярной основе, заверили стороны. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В этом году культовый советский фильм отмечает юбилей. 50 лет назад состоялась премьера «Кавказской пленницы». Все мы помним приключения Шурика на Кавказе и жизнерадостную Нину, исполнительница. Главной женской роли в этом году тоже отметила юбилей. Наталья Варлей приехала в Сочи на международный кинофестиваль и провела по случаю собственный творческий вечер. До свидания, Шурик. Прощайте, Нина. Будьте счастливы. Прощайте, прощайте. Знаменитая сцена похищения Нины. Вот только украл кавказскую пленницу Шурик не на Кавказе. Почти весь фильм был отснят в Ялте. Однако есть сцена, натурой для которой стала река Мзымта в Адлерском районе. Когда Шурик падает в речку, Нина за ним плывет, вытаскивает. Вот они сидят на берегу, дрожат, смотрят друг на друга, замирают и продолжают. Вот это мы снимали здесь. Это единственный эпизод, который снимался в «Кавказской пленнице» на Кавказе, остальное в Крыму. Наталья Варлей делится воспоминаниями о съемках культовой ленты. Приехала в Сочи актриса, чтобы провести творческий вечер. И место выбрано символическое – скай-парк. Его подвесной мост находится над Ахштырским ущельем. Именно здесь и был снят один из эпизодов фильма. Вот здесь, практически на этом месте, правда, не было вот этих всех сооружений. Были горы, стояли туристические домики маленькие. Рассказывала заслуженная артистка и про работу над другими картинами, о том, что осталось за кадром. Но в большей степени творческая встреча прошла в поэтической атмосфере. Звучали стихотворения собственного сочинения и песни. Это стихотворение, например, Наталья написала в «Одиннадцать». Остуди, мои ладони, быстротечная вода. Пусть печаль моя утонет в этой речке навсегда. И умытая прохладной, исцеляющей водой. Пусть останусь навсегда я озорной и молодой. Наталья Варлей больше всего запомнилась зрителю, как кавказская пленница. Спортсменка, комсомолка и просто красавица. Ольга, 10-го, телекомпания, ФКТ. 18 декабря 1917 года Советом народных комиссаров РСФСР был подписан декрет, утвердивший создание записи актов гражданского состояния органов ЗАГС. Спустя 100 лет государственное учреждение из прагматичного заведения превратилось в храм счастливых эмоций. Сочинский ЗАГС в Центральном районах к юбилею подошел с рекордными показателями. Зарегистрировать свой брак на курорт едут молодожены со всего мира. О тех, кто каждый день становится свидетелем появления новой семьи, расскажем в следующем материале. Тот редкий случай, когда зал торжеств распахнул двери не для молодоженов. Почетными гостями сегодня стали сами работники ЗАГСа. 100 лет со дня образования государственного учреждения отмечать решили так, как они умеют. С музыкой, словами напутствия и морем цветов. В гостях ветераны. Говорят, этот зал спустя много лет все такой же особенный и торжественный. И все-таки без людей он был бы не столь трогательным. Каждый из сотрудников ЗАГСа старается добиться понимания торжественности момента и ответственности, прежде всего, самой парой. Разговаривая с самой парой. Потому что всем хочется красоты, восприятия людей, которые находятся рядом. Но прежде всего это должно быть личное отношение и личное восприятие. Когда-то именно ветераны продумывали интерьер ЗАГСа. Эти световые гирлянды изготовлены по специальному проекту. Фата невесты из Хрусталя и сегодня остается главной гордостью зала торжеств. Несмотря на то, что их работа – это ответственная и строго официальная процедура регистрации, без эмоций и переживаний ни один рабочий день не обходится. Бывает трогай до слез. Иногда хочется прям слезу. Ну, держишься как госсотрудник, конечно, нужно держаться. Желающих у нас очень много. Со всей России приезжают ребята, которые желают вступить в брак именно на территории Центрального отдела ЗАГСа. В день в ЗАГСе Центрального района принимают до 50 молодоженов. Пиковые нагрузки на зал бракосочетаний приходятся на красивые даты и знаковые праздники. Так что рекорд постоянно обновляется. Сегодня стало почетно обручиться именно в этом зале города-курорта. Он у нас старый, будем так говорить, старое здание. Но здесь, по-видимому, как говорят, намоленное место. И здесь все замечательно, прекрасно. И люди говорят, что мы едем к вам из Сибири, Чукотки, из-за рубежа, из Москвы. Очень много. И говорят, здесь душа. В словах поздравлений от коллег добрые пожелания и благодарность за большое дело, которое работники ЗАГСа, невзирая на должностную инструкцию, делают для всех, кто переступает порог их учреждения. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Овчина, каракуль, норка, енот, фишер, астроган, меховые изделия и дубленки в Сочи привезла компания «Панафикс Фурс». Шубы представлены в рамках выставки ярмарки «Новогодняя шкатулка», которая открылась накануне в выставочном центре на Несебрской, 1Б. Все подробности далее. Российская меховая фабрика из Пятигорска «Панафикс Фурс» более 15 лет является одним из лидеров меховой отрасли страны. Свою продукцию компания представила в Сочи впервые. На новогодней выставке широкий выбор шуб и дубленок из овчины, каракуля, норки, енота, фишера и астрогана. В линейке как классические, так и современные фасонные силуэты. Например, меховые жилеты модных оттенков. Ценовой сегмент от 26 тысяч и выше, размерный ряд от 42 до 64. Изготовлены изделия из самого качественного сырья, от лучших российских и зарубежных поставщиков. Гарантия – это вот такие чипы на каждой шубе. Специальная маркировка подтверждает подлинность и легальность происхождения товара. Каждый покупатель в честь нового года получит скидку 5-10%. Кстати, меховая компания «Панафикс Фурс» является дипломантом большого количества профессиональных конкурсов и выставок. Так, в августе этого года на московской выставке «Мосфур» фабрика завоевала гран-при в номинации «Меховщик года». С ассортиментом «Панафикс Фурс» можно познакомиться на ярмарке «Новогодняя шкатулка» на Несебрской 1Б. С 10 до 19 часов до 16 декабря, 17 числа выставка работает до 16 часов. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и удачных выходных. Продолжение следует...